Привет, дорогие друзья! Знаете, я очень ценю вас, своих друзей канала. Мудрые, умные, интересные, образованные и начитанные люди. Вы часто помогаете нам советами по содержанию, кормлению, лечению животных. И также мы помогаем вам, когда есть возможность. Очень за это благодарны. Спасибо вам огромное. Приятно, что вы всегда нас поддерживаете, разделяете нашу точку зрения, говорите, как сделать правильнее или нужно сделать иначе. В общем, спасибо вам огромное. Но сегодня разговор будет не о вас. Надеюсь на ваше понимание. Сегодня разговор пойдет о залетных личностях, которые временами захаживают на наш канал и пишут довольно-таки интересные вещи. Просто приведу вам пример, чтобы долго не топтаться на месте. Не так давно мы выпустили нашу троицу. Воробьев, Живчика, Славика и Вжика. И последовал один комментарий. Благо таких комментариев очень мало. Наверное, парочку на сотню. Потому что в основном это адекватные комментарии от хороших людей, таких как вы. Дорогие друзья канала. Ну так вот. Заходят такие интересные личности и пишут. Ну зачем вы их выпустили? Последует неименуемая гибель, как вышла с Коломбиной и Барабашкой. Ну на самом деле они не погибли, все нормально. Вот. То есть эти люди думают о том, что вот все, мы их выпустили и эти птички обязательно погибнут. Ну и там целый перечень, целый список просто, какие мы нехорошие люди и что мы поступили неправильно. Наверное, с этими интересными людьми я могу согласиться только в одном. Там был один такой пунктик, что эти птицы... Ну почему ремонтные работы нужно делать прямо сейчас, когда я вещаю? Ребят, извините, придется потерпеть вот этот вот шум догам. Вот. Значит, эти люди правы в одном, что птицы, которых мы выпускаем, да не только мы, выпускаем на волю, проживут намного меньше, чем птицы, которые живут у нас дома. Это правда. Но давайте здесь порассуждаем логично. Дома птицы живут в четырех стенах. У них есть хорошее питание, качественное. Водичка всегда свежая, да. Здесь отсутствуют хищники, которые их съедят. Ну и также отсутствие болезней, которыми они могут заразиться от своих собратьев на улице и от неблагоприятной окружающей среды. Ну и так далее. Действительно, взять голубя. Дома при домашнем содержании спокойно проживет 10-15 лет. На улице 1-2, если повезет, 3 года. Ворона. Дома проживет и 20-30 лет. Черные вороны, я знал домашнего ворона, вообще до 70 лет прожил. В природе также 2-3-4, если повезет, 5 лет. Опять же, все идет от неблагоприятных условий, как считают эти люди. Именно эти люди считают, что этих всех птиц мы должны оставлять себе дома. Я вам скажу такую вещь, что такая судьба ждет не только птиц, которых мы выпускаем, или другие люди. Эти все опасности, болезни и неблагоприятные условия ждут и диких птиц, которые не знают, что такое человек, которые дичат своего. А вывод-то прост. Это естественный отбор. То, что происходит за окном, это уже не касается нас. Все, там у птиц, да и вообще у любых животных, идет выживание. Птичка с самого утра до вечера ищет себе пропитание, чтобы вечером уснуть не с пустым желудком. Дома у нее уже все есть. А я вам скажу обратную сторону медали. Вот даже люди, которые смотрят наши видео, им кажется, что какие, вот они пишут часто, вот у вас такие счастливые животные, как вы их все любите, как все хорошо. Да, доля правды есть. Мы действительно их любим. Они сытые, здоровые. Да только вот мы не считаем, что они счастливы на самом деле. Голуби, у них есть крылья, у чайки есть крылья, у вороны есть крылья. А для чего нужны эти самые крылья? Правильно, чтобы спорхнуть в небо и летать. Ладно, птицы-инвалиды, которые также у нас имеются, это отдельный разговор. Но птицы, у которых все нормально, с оперением, с крыльями, что им делать в квартире, скажите. Вот скажите, те, кто вот написал, что зачем вы их выпускаете. Вот вам пример. Мне нравится приводить примеры, чтобы все было наглядно. Давайте я вам предоставляю два варианта. Первый. Мы запираем вас в комнатку, небольшую комнатку, маленькую. Даем вам все блага, которые вы пожелаете. Интернет, компьютер, книги, что вам нужно еще для счастья, удобная кровать, все, что хотите. Но вы не имеете возможности выйти на улицу. Вообще никогда. То есть нет ни опасности, ни болезни, наверное, хотя болезни, неважно, неважно. Вы всю жизнь живете в этой комнатке. Другой вариант. Вы идете, путешествуете по миру, гуляете, в общем, идите на все четыре стороны. Но вы проживете 2-3 года. Что бы вы интересно выбрали? Конечно, мы сейчас живем в современном мире, где все люди прикованы к гаджетам и кроватям. И, наверное, многие бы сказали, о, нормальные условия, я остаюсь дома, и на мне эта улица не нужна вообще. Но ведь я-то знаю, что, особенно я, моя семья и мои друзья канала, которые ценят нас, я знаю, что мы все лесное сообщество, и мы жить не можем без природы, без пения птиц, без того, чтобы выйти на улицу, пройтись. А, дождь, радуга, гроза, это все прекрасно. Понимаете, о чем я говорю? Человек более-менее создан для квартиры, для пещер, мы же пещерные люди. Но птицы, это больные существа. Посмотрите, как они сидят в клетках. Вы думаете, им там хорошо? Да как бы их там не любили, как бы не обожали. Каждая наша птица, сидящая в клетке, смотрит в окно. Смотрит за занавески, смотрит, как там летают воробьи, голуби, чайки, вороны. Смотрит и завидует. Сколько бы мы не выгуливали, голубей, ворону, чайку, все птицы предпринимали попытки улететь от нас. Да, те, кто дееспособны и не могут летать, они просто делали попытки, но они старались, они хотели, понимаете? В их глазах столько желания, что вот, ну почему я не летаю, почему? Ну, я вынужден постоянно вот... Ну, как я говорил, ладно, дееспособные птицы-инвалиды, это другой разговор. Ну, здоровые птицы, ребята, они должны жить на воле. В небо они смотрят, туда, к облакам они хотят, а не сидеть в этих ваших душных квартирах. И еще интересен тот факт, что вот эти люди, которые нам пишут, что все, вы выпустили, тем самым погубили этих птиц, все, они там умрут. Интересно, что большинство этих людей занимаются скапливанием. Часто у них живет не просто одна собачка, одна кошечка, у них может жить там 10, 20, 30, 40 птиц. Серьезно. И они считают, что они делают доброе дело. А каково этим птицам, которые живут в этой даже двух-трехкомнатной квартире, неважно, но в таком вот количестве. Вы думаете, им там хорошо? Типа они общаются это? Ну, они сидят в замкнутом пространстве, и все они хотят улететь, понимаете? То есть здесь палка в двух концах. Так, раньше я любил всех людей, которые любят и помогают животным. Но сейчас, по происшествии времени, я понял одно, ребят. Я больше люблю людей, которые нейтральны к животным. Потому что вот именно есть такие фанатики, которые как раз пишут, что вот все, не выставляя на улицу, все. Это фанатики, понимаете? Это уже что-то с головой не то. Ну, нужно ведь понимать, что птички должны жить там. Если птица здоровая, вот все у нее прекрасно. Если она к вам не привязана, может быть, это какой-нибудь именно птенец ворона, который там вообще выбрал хозяина. Ладно, другой случай, я понимаю. Но если вы видите, что птица долбится в окно, в стекло, ходит там клювом, тык-тык-тык-тык стучит, поймите, что вы не нужны ей. Не нужны ваши прекрасные харчи, вкусная вода, там, шикарная клетка с жердочкой, там, за 100 тысяч рублей, не знаю, не нужны. Она просто хочет на волю. Да, там опасности кошки, собаки. Может быть, уже на следующий день ее не станет. По ее глупости, наивности там или... Но она хочет на волю. Дайте ей то, что она хочет. Конечно, если вы пускаете птиц, особенно которые живут с детства, то нужно, чтобы прошел период дичания. То есть, чтобы птичка пожила с дикими особями. Иначе она сразу же прилетит к человеку, типа, эй, дай семечки. И он идет... Понятное дело. То есть, просто нужно к этому делу подойти ответственно, сделать, чтобы период дичания прошел правильно, и до свидания. Вот еще случай. Как этот человек написал, что вот барабашки, колумбины, наверное, нет. Когда мы их только выпустили, они прилетали довольно-таки часто, особенно барабашка. И позволяли подойти к ним даже довольно-таки близко. Я подходил прямо к ним на балкон, они там сидели. Прилетела барабашка, и злится на то, что мы его однажды выгнали. По прошествии месяца барабашка также прилетает, без колумбины. Но к нему не подойти. Он издалека видит, что все, идет кто-то из семьи, и уже улетает с балкона, улетает на улицу. То бишь, чтобы мне заснять, как он там прилетает, более-менее сидит, мне пришлось прятаться на кухне, ставить скрытую камеру, как-то выглядывать из-за угла. Друзья, сейчас я вам покажу барабашку. Он настолько одичал, что улетает, стоит к нему хоть немножко приблизиться. мне придется снимать через стекло. Ну вот, друзья, вот барабашка. Я снимаю, используя зум на камере. Дверь на балкон закрыта. Если раньше я мог прийти, открыть дверь, даже с ним поговорить, при этом он находился вот так же на раме, то сейчас, если открыть окно, он сразу улетает. Это пример того, как сильно дичают птицы, которые были домашними. Неважно, видите, они все равно привыкают общаться с себе подобными, с голубями. Можно сказать, те их новые друганы учат их быть по-настоящему дикими. И все. Эти голуби уже не помнят ни хозяев, ничего. Нет, он, конечно, помнит свое место. То, что он... Здесь всегда есть еда. Он прилетает. Один-единственный. Кстати, он не водит сюда своих друзей. Коломбина, возможно, прилетает отдельно. Вот видите, какой. Но, тем не менее, он теперь держит дистанцию. И, как раньше, зайти на балкон в его присутствии не получится. Ну и что вы говорите, что птица не проживет? Больше месяца уже живут, и все нормально. Там у них стая за окном, стая голубей. Летают к ним, радуются, общаются. Но есть такая, сказать, точка у них про питание. Они о ней не забывают. То есть, всегда можно прилететь на балкон и покушать. Разве они выбрали этот балкон? Если бы им не нравилось, если бы они поняли, что улица это... Ужас вообще. Они бы, как вылетели там один раз, прилетели бы сразу обратно и больше вообще не улетали бы. Но нет, они выбрали улицу. С опасностями, с этими болезнями, вообще с злыми людьми, машинами, которые норовят их раздавить. Они выбрали. Да, они не проживут много лет. Это факт. Как любое животное, дикое, неважно домашнее, не проживут 15-20 лет. Это невозможно. В диких условиях это невозможно. Но тем не менее, они проживут счастливо. Так что, в окончании этого ролика я хотел бы посоветовать этим людям, повторюсь, которые... Меньшество, и которые сказали, зря вы их выпускаете. Надо, чтобы они все жили у вас. Нет, не зря. Вы просто пересмотрите. Каждый раз, когда вот вы говорите об этом, ставьте себя на место птиц. Давайте вас запрем в клетку на всю жизнь. Я вам просто буду воду менять, еду и все. И живите вот так, не выходя в свет. Круто будет, да? У птиц есть крылья. И эти крылья должны работать на благо им. Запомните, наконец-то, птицы созданы для неба. Они должны жить на воле. Должны летать. Курица летать не нужна, хорошо, ладно. Но птицы, у которых прекрасные, широкие, большие, длинные крылья, особенно как, например, чайки, они созданы для неба. Эй, малыш, чуй. В данный момент чуя лежит на диване и думает, наверное, ээээ... Я бы сказал, твое видео не особо полезное. Посмотри на меня, чайку чуй. Лежу в свое удовольствие. Отжал у собак и кошек матрас. Разве я похож на несчастную птицу? Ай, не смеши меня. Вырубай камеру и ай да ко мне. Про рыбу не забудь. Про рыбу. Помимо птиц-инвалидов, дееспособных птиц, которых мы не можем выпустить, и они вынуждены жить с нами постоянно, хотя они тоже очень страдают. Есть отдельный вариант и такой вот... Ну, он все равно компромиссный. Если у вас дома живет одно животное, одна собака, одна кошка, один там попугай, один хомячок, один ежик, кто угодно. Знаете, почему один? Потому что, имея только одно животное, может быть, хорошо, два для пары, да, мы в полной мере можем дать им качественное внимание. То есть, мы можем и гулять с ними очень долго по полудня, и общаться, и там хоть кино им показывать, что угодно, да, животные не будут обделены. Ну, а когда мы скапливаем 20, 30, 40, вы думаете, ну, у какого нормального человека будет на них свободного времени. Это просто невозможно. Поверьте мне, у всех наших знакомых, у кого очень много животных, у них не получается, не получается уделить в полной мере внимания каждому из них. Животные страдают. Поэтому, ребята, напоследок, еще раз скажу, пусть животные живут в их естественной среде обитания. Это правильно. Это правильно для них. Животные должны жить на воле. И мы всегда будем стараться выпускать здоровых птиц в небо. поверьте, им это нужно. Они не хотят гнить в этих комнатах. Всего доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok